Единовременная выплата хватит примерно 20 тысяч человек. Военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел, получившим ранения в период до 2 августа 1997 года, по первой группе инвалидности будет выплачено 8 800, по второй группе инвалидности 6 600, по третьей группе инвалидности 4 400 монатов. В настоящее время в общей сложности 9 государственных органов, включая Министерство обороны, внутренних дел, юстиция, чрезвычайных ситуаций и другие соответствующие структуры, подготавливают список лиц, относящихся к этой группе. Одним из основных документов, необходимых для установления назначений этим лицам, являются справки военно-врачебных комиссий. В настоящее время осуществляется процесс, связанный со сбором и выявлением этих справок, а также в связи с усовершенствованием списков и их обработкой в соответствующую подсистему. А лица, архивные документы которых не найдены, смогут получить соответствующие справки, обращаясь как в Государственный фонд социальной защиты, так и в Центры ДОСТ. После завершения процесса назначения будут проводиться в проактивном порядке. Это дает возможность гибкой реализации прав граждан. Для повышения удовлетворения граждан количество электронных и проактивных услуг из года в год становится больше. В настоящее время в нашей стране предоставление 26 видов стипендий и пособий осуществляется проактивно. Только в прошлом году было реализовано 377 тысяч проактивных назначений. За последнее время для осуществления социальной защиты населения нашим государством осуществлено несколько проектов. Это шаги, предпринятые с целью нейтрализации для особо уязвимых слоёв населения, последствий глобальной инфляции, образовавшейся во всем мире в связи с пандемией. Данный процесс является ещё одним проявлением особой заботы социальной защиты инвалидов Карабахской войны и членов их семей. Садагат Сулейман, Вигар Хасанов, Ноливар Асланзады, Новости АС-ТВ.